До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт в бисфарм симуляторе, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечу, потому что эта группа уже работает больше двух лет, а это значит группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. И всем привет дорогие друзья, Костик попал на связи и сегодня у нас выходит новый замечательный и топовый ролик, так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать мои новейшие мощнейшие видосики. Ну а кто не знает, что тебе дает колокольчик, то колокольчик тебе дает оповещение о моем новом бомбическом ролике, так что не забывай это делать. Ну и также не забывай писать свой интересный комментарий, допустим, опиши свою жизнь в симуляторе пчеловода, до какого момента ты развился и за какое время. Также в конце укажи свой ник в роблоксе, чтобы я тебя добавил, друзья. Ну а кому вообще нечего написать, то ты можешь описать мой прошлый ролик, о чем я там вам говорил, что я там делал, ну и в конце указывай свой ник в роблоксе. Ну а сегодня я буду всех принимать на свой основной аккаунт, то есть на Кустю Паупау, так что в принципе все комментарии ждут, так что дерзайте подписчики, да. Армия Паупау, всех жду, всех читаю. Как определить то, что я прочитал ваш комментарий, то вы можете это определить. Если на вашем комментарии стоит лайк от меня, то значит этот комментарий я полностью прочитал и мне он понравился, так что как-то так. Ну а что ж, погнали к видеоролику. Сегодня ролик будет очень крутой, как я вам обещал, я снимаю этот ролик про шапочки. Так что за этот ролик я бы хотел получить 215 лайков. Как только мы набираем 215 лайков, я сразу же выпускаю новый, мощнейший и интереснейший видеоролик. Так что у нас тут подписчик бегает, да не, я Нубик, Костя, ты в ролик пилить зашел? Да, давайте напишем да. Все, теперь подписчик будет счастлив, то что я ему ответил, наверное. Ну в общем, погнали к ролику. Сегодня я все-таки отвечу на этот вопрос, как же новые биквипы добывать. То есть и биквипы, а именно шапочки. Давайте я вам покажу, какие шапочки вообще существуют. В симуляторе пчеловода, точнее из новых шапочек, которые добавила нет. Так что давайте на счет 3, я покажу их на экране. Давайте раз, два, три. На экране у вас появился скрин, тут показаны все шапочки, которые у нас были на тесте. И сейчас они уже добавлены на основной сервер. Их действительно можно получить, а именно сегодня я расскажу, как это сделать. Так что, ребят, пожалуйста, прожмите большие лайки, потому что все же я исполняю свои обещания. Любые мои обещания будут воплощаться в жизнь. Так что, ребят, не забывайте об этом. В общем, погнали расскажу. Если у вас есть хотя бы плентеры, для этого вам обязательно нужны плентеры. Давайте объясню, что такое плентеры, потому что многие ребята могут, наверное, об этом не знать. Еще у меня очень сильно лагает сервер, поскольку вы заметили то, что у меня почему-то очень долго текстуры прогружаются. Хотя очень это странно. Очень странно. Комп мощный, текстуры не прогружаются. Вау. Люто-люто. Ладно, погнали. Сейчас покажу вам, что я хотел показать. Плентеры. Кто не знает, что такое плентеры? Вообще они называются не плентеры, а плантаторы. Ну, давайте посмотрим. То есть по-русскому они называются плантаторы, на английском они читаются плентеры. Ну, кому легче как, называйте как хотите. В общем, вам нужны любые плентеры. Посмотрите, если у вас имеется вот такой вот плентер, то у вас шанс на выбивание шапочки будет как бы меньше, но выбивать вы будете более худшую шапочку. Чем лучше у вас плентер, тем у вас больше шанс выбить более хорошую шапочку. Так что давайте покажу, где же их нужно ставить. В общем, эти шапочки выбиваются на одуванчиковом поле. То есть вам нужно поле одуванчиков, то есть вы сюда бежите, ставите любой плентер. Давайте я поставлю любой плентер. Ну, давайте вот этот сниму и поставлю просто на другое поле. Дропик обязательно, ребят, подбираем, потому что этот дроп вам в дальнейшем пригодится для чего-либо. То есть мало ли для крафта там чего-либо нужно будет, так что не забывайте подбирать все ресурсы с плентеров, потому что это очень важно. Ну и также нам плентеры еще дают вот такие вот крутые бафы. То есть смотрите, ребят, мы ставим плентер на поле, то есть нужно нам ставить только на одуванчиковое поле, то есть мы ставим плентер и в принципе все. Либо мы на нем фармимся и тогда плентер будет намного быстрее расти, либо же мы просто оставляем этот плентер и идемте фармиться на какие-то другие поля, на которые вы хотите в принципе. И как только на плентере будет 100% получается емкости, то есть видите, кендилл плентер 0,3%, у меня сейчас написано это очень плохо, потому что это очень маленький процент. Вам нужно набрать 100%, то есть максимальный уровень плентера, а именно капусты. Как только она набирает 100%, вы подходите, взрываете ее и с некоторыми шансами вам падает какая-либо шапочка. То есть там не прям 100% то, что вам выпадет шапочка, там около 17%, ну смотря какой еще плентер, то есть от каждого плентера зависит по-разному. То есть чем лучше плентер, тем больше шанс на выпадение какой-либо шапочки. Ну и также чем лучше плентер, тем лучше шапочка тебе выпадет, в принципе как-то так. Ну и эти шапочки, как вы понимаете, они действуют на каждом улей по-разному. То есть там есть и для синих шапочки, есть и для красных, есть и для белых улей шапочки, ну и в принципе и для разнопланов тоже имеется разновидность шапочек. То есть это очень классно, это очень круто, ну и в принципе это и есть этот способ как добывать шапочки. К сожалению, я не знаю почему так случилось, но я действительно заметил такую фигню. В принципе я заметил этого американского ютубера, не буду это скрывать, потому что я нашел это не сам. Я просто смотрю иногда американский контент, и поэтому я нашел такую штуку, потому что чувак как-то добывает шапочки новые. То есть я такой смотрю, он играет на обычном сервере симулятора пчеловода, то есть на основе, на оригинальном сервере. Я смотрю, он как-то добывает, у него откуда-то новые шапки появляются. Я такой, чего, как он это сделал, думал читер какой-то или дюпер, но на самом-то деле нет. Этот ютубер добывал у себя на стриме именно сплэнтеров на одуванчиковом поле, выбивал, ну то есть он спавнил плэнтера на одуванчиковом поле, если что вот это одуванчиковое поле, где я сейчас фармил, да. И он отсюда выбивал вот эти новые биквипчики. То есть и биквипы это у нас шапочки. Я, конечно, офигел, и я даже не знал, если бы я не последовал тот стрим, я бы даже бы не узнал то, что как бы у нас добавлены вот такие вот новые биквипы реально на основной сервер. То есть Аннет добавил, ничего не сказал об этом, ну либо он сказал, но я этого не видел. Но в любом случае, если бы Аннет что-то такое добавил, он бы сказал, но он добавил реально на основной сервер новые биквипы, а именно шапки, и об этом никого не упомянул. Ну и также я повторюсь, либо об этом никто даже не говорил, но я думаю то, что сейчас уже многие ютуберы этот ролик как бы снимают, то что как бы эти шапки можно реально добыть на основном сервере и уже их использовать. То есть я точно вам не скажу, можно ли все шапки добывать из того списка, который я вам покажал. Давайте еще раз покажу этот скрин. Давайте, раз, два, три. У вас на экране скрин, в принципе, вот такие вот биквипчики, да, шапочки можно добыть. Ну, я не уверен то, что можно все добывать, но большую часть шапок можно добыть, то есть около 80%, то есть больше половины этих шапок 100% можно уже добыть, и они падают на дуванчиковом поле. То есть и как-то так, надеюсь, что видео вам было очень сильно полезно, надеюсь, я вам теперь рассказал, как же добывать новые шапочки, надеюсь, вы будете добывать новые шапочки. Как-то так. Ну и в принципе завтра встретимся на новом ролике, надеюсь, что этот ролик все же вам действительно очень сильно понравился, потому что все хотели, все просили, ну а я его сделал. То есть и как-то так. На связи был Костик Паупал, завтра встретимся на новом ролике, за этот ролик ставим 215 лайков и сразу же я выпускаю новый офигенный ролик, то есть как только поставим лайки, сразу же моментально выпускаю ролик, то есть не забываем об этом. Ну а что ж, с тем пока-пока, оставайся добрым, будь мудрым.